Здравствуйте! Это программа Актуальное интервью в студии Зайры Байчорова. Разговариваем о главном. Сохраняют объекты культурного наследия и обеспечивают доступ к ним граждан, ведут просветительскую, научно-исследовательскую и образовательную деятельность, изучают музейные предметы и коллекции. Работники Государственного музея-заповедника имени Лермонтова оказывают услуги и выполняют работы в рамках федеральных, целевых, региональных и ведомственных программ, связанных с развитием культуры. О работе музея поговорим с директором Ириной Сафаровой. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, об истории создания и становления музея-заповедника имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Наш музей, музей Лермонтова в Пятигорске, является одним из старейших музеев, литературных музеев, не только в нашем регионе, но и в России, потому что он был создан в далеком 1912 году. Именно тогда Пятигорская городская дума выкупила у частного владельца небольшой домик. В этом домике летом 1841 года жил Михаил Юрьевич Лермонтов и провел там два последних месяца своей жизни. После его смерти домик находился в частных руках, а вот в 1912 году он был выкуплен нашей думой городской и в нем был создан музей. Это был далекий 1912 год. И вот, собственно, этот домик стал самым первым и до сегодняшнего дня он является самым главным объектом нашего большого музейного комплекса. Ну а постепенно вот к этой усадьбе, на которой располагается домик, постепенно к ней присоединялись соседние усадьбы. Это тоже усадьбы Лермонтовского времени, они имеют отношение к поэту. Но процесс вот становления такого большого музейного комплекса он проходил постепенно. Следующий отдел музейный, он открылся после Великой Отечественной войны в 1946 году. Затем в 70-е годы открывается еще один отдел, еще одна усадьба реставрируется. И, наконец, наш последний, не будем говорить последний, но на сегодняшний момент отдел самый молодой и новый в 1997-м открылся. Это дом композитора Али Абива. Таким образом, на сегодняшний день наш музей – это четыре старинные усадьбы, объединенные именем Лермонтова, объединенные вот этим временем, далеким лермонтовским временем. Ирина Вячеславовна, тот домик, о котором вы говорили, такой музеообразующий домик, да, его можно назвать? Это именно тот дом описывал в романе «Герой нашего времени» Лермонтов? Вы знаете, этот вопрос часто нам задают, но на самом деле не этот дом. Не будем забывать о том, что к тому времени, когда Михаил Юрьевич поселился вот в маленьком домике под Камышовой кровлей, здесь у нас в Пятигорске, это было последнее лето его жизни. Это было лето 1841 года. А вот роман Лермонтова «Герой нашего времени», он уже вышел в свет, он уже появился, он был написан ранее, вышел в свет в 1840 году. Но, что интересно, действительно по описанию, вот этот домик, который сегодня центр нашего музея, домик Лермонтова, домик под Камышовой кровлей, он очень по описанию похож на тот домик, в котором остановился лермонтовский герой Григорий Печорин. И поэтому эти параллели аналогии не случайны. Он действительно находится на самой окраине Пятигорска, так же, как и описывает Печорин, из окна открывается замечательный вид на Кавказские горы, на Альбрус. То есть эти параллели, они вполне закономерны. Является ли этот музей частью регионального или федерального проекта? Как он финансируется и кто курирует деятельность музея? Наш музей является государственным учреждением культуры Ставропольского края. Мы находимся в ведении и подчинении Ставропольского края. Наш учредитель – это Министерство культуры Ставропольского края. Соответственно, мы финансируемся из бюджета нашего региона, из бюджета нашего края. Мы являемся краевым учреждением культуры. Но, тем не менее, как памятник, мы являемся памятником истории и культуры федерального значения. Но не будем забывать о том, что как памятник наш музей является памятником истории и культуры федерального значения. У него есть такой статус, он официально подтвержден. Вы сейчас вкратце рассказали об экспонатах, о домиках, которые расположены на территории музея. Можно подробнее рассказать об экскурсиях, которые организуются, о графике? И вообще более подробно описать, что мы можем увидеть на территории музея-заповедника? Конечно, наш музей – это большой комплекс, который занимает значительную часть одного из старинных кварталов нашего города Пятигорска. И самое важное и самое главное – это то, что когда посетитель заходит в наш музей, когда он попадает в этот уникальный комплекс, то он оказывается в Пятигорске Лермонтовского времени, поскольку все здания, все строения, которые находятся на территории нашего музея, они все подлинные, они все были построены в первой, третьей, девятнадцатого века, и все они так или иначе связаны с Лермонтовым. То есть самое первое впечатление и самое важное, которое получает наш посетитель – это ощущение подлинности, ощущение присутствия. И вот удивительное ощущение той атмосферы девятнадцатого века. Ну а помимо этого ощущения замечательного, он может получить достаточно большое количество информации, потому что на каждой из усадеб нашего музея располагается какой-либо отдел. Ну вот, например, первый отдел, он информативно очень насыщенный, наполненный, именно с него начинают знакомство с музеем наши посетители – это так называемый дом генерала Верзилина. Этот дом сохранился с лермонтовских времен, и в нем очень часто бывал поэт, и так сложилось, что именно в гостиной этого дома произошла ссора между Лермонтовым и Мартыновым. Дело в том, что вот в этом доме, в бывшем генеральском доме, сегодня располагается литературный отдел нашего музея. И там достаточно большая экспозиция литературная, которая посвящена поездкам Лермонтова на Кавказ. Там представлены картины, картины Лермонтова, художников его современников, рукописи. То есть идет рассказ о пребывании Лермонтова на Кавказе. Но одна из комнат этого дома, вот она воссоздана, восстановлена в прежнем виде. И это та самая гостиная, где произошла ссора. И войдя туда, наш посетитель может действительно уже видеть обстановку, ту самую подлинную. Он может попасть, вот очутиться в этой гостиной 19 века и представить себе, как происходили события здесь, в этом доме. Какие именно. Вы сейчас рассказали вот о первом отделе. Существуют еще другие? Совершенно верно. Отделов у нас четыре. Следующий – это вот тот самый домик Лермонтова. Это самое знаковое, самое важное место, куда наш посетитель переходит. И, конечно, вот здесь уже стены, буквально стены дышат вот этой подлинностью, потому что этот домик никогда не разрушался. Он сохранился в своей основе. И самое главное, что обстановка в этом домике тоже полностью воссоздана, воспроизведена. И поэтому, заходя в этот домик небольшой, посетитель видит этот интерьер, эту обстановку простую, скромную. И он действительно видит, как Лермонтов жил, как был устроен, организован его быт. Вот это уникальное место, где поэт провел два последних месяца своей жизни. Это, конечно, этот домик мы называем сердцем нашего музея, его душой, потому что с ним связаны самые важные воспоминания, последние стихи Лермонтова. В этот домик его тело было привезено после дуэли, там прощались, оттуда его провожали в последний путь. Но экскурсия по нашему музею на этом доме не завершается. Посетитель наш следует дальше и попадает в следующий отдел. То есть он попадает уже на третью усадьбу. Это бывшая усадьба коллежского асессора Уманова. И вот в одном из домов Уманова у нас сейчас располагается отдел, который называется «Лермонтов в изобразительном искусстве». По сути, это уникальное собрание, в котором представлены работы выдающихся русских, советских художников, которые в разное время обращались к лермонтовской теме. То есть здесь, в этом отделе, наш посетитель видит огромное количество портретов Лермонтова, разных художников. Он видит великолепные иллюстрации к произведениям Лермонтова. Он видит работы Врубеля, Серова, Репина. Он видит прекрасные скульптурные изображения. Вот такой наш отдел. Он по-своему тоже уникальный. В нём представлены только подлинные экспонаты. Ну и, наконец, последний, четвёртый, завершающий отдел, где уже заканчивается осмотр нашего музея. Он называется «Дом Алябьева». Это самый молодой отдел нашего музея. Он был создан в 1997 году. Была отреставрирована ещё одна усадьба. Эта усадьба тоже существовала вот именно в таком виде на момент 1-3-19 века. И принадлежала эта усадьба вдове майорше Корабутовой. А интересна она тем, что именно в её доме останавливался летом 1832 года композитор Александр Александрович Алябьев. И вот этот четвёртый дом, четвёртый отдел, он связан с памятью об Алябьеве. Здесь мы рассказываем о пребывании композитора у нас на водах. Ну и ещё одна очень важная такая функция, которую несёт этот наш отдел, это выставочные залы и небольшой концертный зал. То есть вот все те мероприятия, те события культурные, которые проходят в стенах нашего музея, они как раз-таки, мы их проводим вот в этом самом доме композитора Алябьева. Вот такой комплекс на сегодняшний день могут наши посетители посмотреть. Ирина Вячеславовна, а при домовой территории лавочки, я имею в виду, фонтаны, возможно, колодцы с целебной водой, всё это тоже оформлено в стиле лермонтовских времён? Вы знаете, опять же, я уже говорила о том, что наш посетитель погружается в атмосферу XIX века и, проходя, прогуливаясь по нашим усадьбам, он видит их в таком же виде, какими видел их Михаил Юрьевич Лермонтов, когда жил в этом доме, когда прогуливался по этим дорожкам. То есть он видит хозяйственные строения, он видит сарай, конюшню, сеновал, всё это есть. У нас есть кухня времён Лермонтова, где можно посмотреть, как слуги готовили кушанье. У нас есть ледник, это небольшое такое каменное помещение, в котором во времена поэта хранились продукты. То есть вот эта вся, если можно так сказать, инфраструктура хозяйственная, она тоже, естественно, она существует, что-то восстановлено, что-то сохранилось, но самое главное, что человек действительно видит особенности быта, жизни. Почему вот, собственно, наш музей очень часто и становится излюбленной площадкой для съёмок фильмов? Потому что декорации строить не надо, они уже есть, они естественные. И очень много художественных фильмов снимаются не только в нашем музее, но и на его усадьбах. Какие-то знаменитые фильмы действительно снимались на территории музея? Если можно, какие? Конечно, очень много фильмов, и художественных фильмов, и документальных. Ну, по крайней мере, большинство художественных фильмов, которые связаны с именем Лермонтова, они снимались и на нашей усадьбе. Ну, например, вот знаменитый фильм «Лермонтов», где в главной роли Михаила Юрьевича играет Николай Бурляев. Он снимался у нас на усадьбе. Опять же, экранизации произведений Лермонтова. Это вот в 2000-х годах очень активно наши режиссёры российские стали обращаться к лермонтовской теме. Так у нас был снят фильм «Герой нашего времени». Это режиссёр Александр Котт, известный на сегодняшний день фильм, где в роли Печорина Игорь Петренко выступил. Замечательный есть фильм, снятый Наной Джарджадзе. Это художественный фильм. Он посвящён последнему лету в жизни Лермонтова. Здесь Михаила Юрьевича Лермонтова играет Юрий Чурсин. Ну, и я уже не говорю об огромном количестве документальных фильмов, образовательных таких проектов, которые тоже снимаются у нас в музее. Ирина Вячеславовна, сейчас предлагаю обратиться к деятельности музея в 2020 году. Как прошёл для музея этот непростой год? Год 2020, конечно, был очень непростым для всех нас и для нашего музея, конечно, тоже. Это был год испытаний. Это был год, когда мы должны были выживать в новых условиях, непростых условиях. Конечно, мы пережили самые тяжёлые три месяца. Это те месяцы, когда в музее не было посетителей, когда музей был закрыт для посетителей. И я скажу, что во всей истории нашего музея, а существует он уже более ста лет, это был единственный случай, когда вот так долго музей не открывал свои двери, не принимал посетителей. Это действительно было тяжёлым, непростым очень испытанием. Но, тем не менее, всё-таки работать было нужно, и нужно было выходить к посетителям, и нужно было нести им информацию, потому что это наша миссия, и мы обязаны этим заниматься. Ну что ж, мы какие-то новые формы работы осваивали. Мы стали выходить всё чаще вонлайн, потому что эта работа, конечно, она очень активизировалась в 2020 году. И мы стали не просто какие-то посты выкладывать о событиях, которые происходят в нашем музее, о выставках и так далее, А вот всю ту информацию, которую мы обычно нашим посетителям пытаемся донести во время экскурсий, во время каких-то мероприятий наших массовых, вот эту информацию мы уже пытались как-то попытаться донести её до зрителя, до слушателя в режиме онлайн. Это был новый опыт, этот вызов, и я хочу сказать, что этот новый опыт, в принципе, имеет свои и плюсы, в том числе, потому что мы тоже поняли, что мы что-то умеем, а чему-то ещё нужно учиться. Не всё было просто, но, тем не менее, мы приобрели действительно какой-то опыт, и у нас есть уже очень хорошие наработки, я хочу сказать, которые, вот я имею в виду рубрики какие-то, передачи небольшие, которые мы делали и выпускали в режиме онлайн, они замечательный отклик получили у наших посетителей, и сегодня эти рубрики мы, собственно говоря, продолжаем, потому что они оказались интересными. Расскажите, пожалуйста, каким образом пополняется фонд, музей? Участвуют ли в этом жители города Пятигорска и вообще жители Ставропольского края? Ну, музейный фонд, вот на сегодняшний день, наше музейное собрание, это достаточно серьёзная коллекция, которая представляет собой более 60 тысяч музейных предметов. Понятно, что вот всё это собрание, музей собирал эту коллекцию на протяжении долгих и долгих лет, с 1912 года. А вот источники пополнения этой коллекции, они могут быть разными. Ну, во-первых, музей сам заинтересован, естественно, мы отсматриваем какие-то вещи в антикварных магазинах, что-то пытаемся приобрести, то, что имеет непосредственное отношение к эпохе Лермонтова, кавказской истории. То есть часть предметов приходит в музей за счёт закупки, да, закупки, которые осуществляет сам музей. Следующий источник пополнения, очень серьёзный, конечно, это дары. Действительно, жители нашего региона, жители города, жители не только нашего города, но и России, иногда очень интересные предметы нам в музей приносят. И, ну, разные бывают ситуации. Кто-то предлагает подарить, кто-то предлагает приобрести. И вот в результате переговоров достигается какой-то консенсус, и вещь попадает в наш музей. Ну, таким образом, вот два таких серьёзных источника пополнения — это приобретение, дары. И есть ещё один очень тоже такой важный источник пополнения. К сожалению, в последнее время не так часто мы к нему прибегаем. Это научные экспедиции. Вот в советское время они были очень распространены, когда сотрудники музея выезжали в какие-то отдалённые местности нашего края, или республики кавказские посещали, изучали быт, традиции, этнографию. И в ходе этих научных экспедиций что-то удавалось собирать. Ну, тоже такой вот серьёзный источник пополнения. И я думаю, что вот нам нужно, наверное, эту традицию возобновлять. Давайте сейчас поговорим о тех, собственно, для кого осуществляется вся деятельность музея-заповедника. О посетителях. Кто ваша целевая группа? Кто приходит, кто проявляет больше интереса к экспонатам музея? И расскажите о том, как организованы экскурсии. Ну что ж я вам скажу о том, что наша целевая аудитория — это. В основном, конечно, это жители нашего города, нашего региона. И, пожалуй, наверное, даже большая часть — это те, кто приезжает сюда к нам на Кавказские минеральные воды поправить своё здоровье. Потому что Пятигорский, Словодский, Синдуки — все эти города — это города-курорты. Это города, где находятся люди, которые отдыхают в санаториях, в наших здравницах. И, естественно, приехать в наш регион и не посетить такое знаковое место, ну, просто невозможно. И поэтому мы очень рады тому, что практически каждый день к нам приезжает огромное количество экскурсионных автобусов, которые привозят нам отдыхающих. Ну, практически все города Кавказских минеральных вод, все отдыхающие из санаториев — это наша аудитория, это наши посетители. Я думаю, что по статистике их, конечно, больше, чем местных жителей. Но всё-таки не такие большие наши города, не такое большое население. А отдыхающие — это те, которые контингент постоянно меняется, приезжают новые люди. И поэтому, благодаря тому, что на протяжении последних лет у нас достаточно неплохо налажена работа с туристическими фирмами, с различными компаниями, с туроператорами, вот такое взаимодействие идёт очень активно. И поэтому мы вот с этой аудиторией работаем достаточно успешно и хорошо. То есть это отдыхающие нашего региона. Ну, а что касается экскурсионного обслуживания, то это одно из основных направлений нашей деятельности. Экскурсии проводятся в музее практически постоянно в течение всего дня. Есть специальные экскурсии, которые организованы для одиночных посетителей. Вот, например, вы пришли в музей самостоятельно, но вы хотите прослушать экскурсию. Пожалуйста, есть специальное время, которое выделяется в течение дня. На это время приходят специально вот такие одиночные посетители, и они могут воспользоваться вот этой услугой — экскурсия по музею. Ну, а если вы приехали с группой, то время уже не обсуждается. Экскурсовод предоставляется в любое удобное время, в любое время посещения нашего музея. И вы проходите вот с таким экскурсионным сопровождением по нашему музею. Я думаю, что экскурсиями это не ограничивается. Вы, наверное, организуете какие-то акции, мероприятия. Вот хотелось бы спросить, что запланировано на 2021 год? Безусловно. Вот это направление, о котором мы проговорили сейчас, экскурсионно, оно очень важно, это массовая наша работа, но это далеко не всё. Это далеко не всё, чем занимается наш музей. Дело в том, что у нас есть огромное количество, помимо этого, мероприятий, которые являются и традиционными, что-то мы новое проводим. Ну, вот я говорила, упоминала, когда говорила о структуре нашего музея, упоминала Дом Алябьева. И вот как раз-таки в этом отделе, в Доме Алябьева, у нас постоянно проводятся какие-то культурно-образовательные, культурно-массовые мероприятия. Это различные концерты, выступают учащиеся детских музыкальных школ, учащиеся музыкальных студентов, музыкальных колледжей. Проводятся выставки художников нашего региона, из республик, из других. То есть вот большое количество таких мероприятий, которые на постоянной основе проводятся, являются регулярными. Но помимо всего этого есть и такие, ну я бы сказала, акции, традиционные даты, дни, которые для нашего музея являются очень важными и которые собирают большое количество посетителей. Ну вот, допустим, мы сейчас находимся в преддверии очень важного мероприятия. Уже совсем скоро, в мае месяце этого года, мы проведем международную научную Лермонтовскую конференцию. Дело в том, что наш музей был инициатором проведения еще и научных конференций, научных форумов о Лермонтове. И вот такие конференции, представьте себе, с 1956 года проводятся в нашем музее. И вот мы возобновили в постперестроечное время, мы возобновили традицию проведения конференций. И совсем скоро, в мае месяце, 12 мая, мы будем здесь у нас, в Пятигорске, на базе нашего музея встречать очень серьезное такое сообщество научное. Это будут ученые, исследователи. Это люди, которые профессионально занимаются лермонтоведением, литературоведением. И это будет очень серьезный, я надеюсь, научный форум, который должен был пройти вообще-то в 2020 году. Ну вот из-за известных событий он был перенесен. И поэтому вот 2021 год, мы надеемся, что все пройдет, что все пройдет успешно. У нас есть и международная, она международная, статус этой конференции, поэтому участники будут и из-за рубежа. То есть я надеюсь, что все состоится, и это будет достойный серьезный проект. Ну что ж, запланировано очень много. Я смотрю, вот сейчас на дворе весна, я думаю, самое время посетить музей-заповедник имени Лермонтова, насладиться историей, вооружиться знаниями, насладиться лермонтовскими временами. Спасибо вам большое за то, что подключились, за то, что уделили нам время. Было очень интересно. Пожалуйста, всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ. Актуальное интервью.